Под Оржевом в местах кровопролитных боев во время Великой Отечественной войны идут поиски погибших красноармейцев. В выходные стартовала очередная международная экспедиция Ржев-Калининский фронт. Торжественное открытие второй год подряд проходит у нового мемориала советскому солдату. Ежегодно сюда съезжаются поисковики со всего мира. Их цель – поиск и перезахоронение бойцов Красной Армии, павших во время сражений. К работе приступили более 700 человек из 53 регионов России, а также стран СНГ и ближнего зарубежья. Международная военно-историческая экспедиция Ржев-Калининский фронт впервые начала работать в 2016 году. За это время общими усилиями поисковые отряды из России и других стран мира нашли в местах кровопролитных боев под Оржевом более 2000 бойцов. На этот год планы еще более масштабные. Мы хотим повторить успех прошлого года и поднять большое количество тел красноармейцев. Мы надеемся, что огромное количество из найденных медальонов удастся расшифровать, восстановить те надписи, которые есть. И уникальная все-таки экспедиция в этом году – это более 700 поисковиков участвует в этом лагере. Одна из крупнейших поисковых экспедиций нашей страны. Найденные на месте Ржевской битвы бойцы впоследствии с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева. Установлены имена 107 солдат. Удалось найти родственников 25 красноармейцев. Были подняты фрагменты двух самолетов. Места поисковых работ на этот сезон определены и отряды приступили к работе. Есть окопы немецкой, немецкие окопы обороны. И дело в том, что там практически все уже пройдено. Но вот попадаются солдаты наши. Немцы, когда рыли окопы, и отвал выделали, бруссеры, и закопорили наших солдат. Экспедиция оборудована по аналогии с военно-полевым лагерем, где предусмотрены все комфортные условия. В воскресенье у нового мемориала советскому солдату состоялось торжественное открытие экспедиции. Почетным гостем мероприятия стала Наталья Ивановна Конева, дочь маршала Советского Союза, прославленного полководца Ивана Степановича Конева. Для моего отца это, конечно, особое событие было, потому что он шел к этому рубежу через очень тяжелые испытания. Сначала под Смоленском, потом на Западном фронте под Москвой, когда еще не было таких грандиозных сил, чтобы дать отпор врагу. И вот снова опять тяжелый рубеж Калинин, а потом и Ржевский рубеж. Еще одна особенность экспедиции в этом году – участие юных поисковиков. Работать они будут под наблюдением опытных наставников. Напомним, что поисковая экспедиция «Ржев-Калининский фронт» проводится при поддержке президента Российской Федерации и при участии Российского военно-исторического общества.